Казахстан Казахстан Закон по вопросам реформирования жилищной политики приняли 26 лет назад. За этот период он не претерпевал кардинальных изменений. Время пришло, говорят депутаты. Сейчас они работают над проектом. Проводят общественные обсуждения и планируют рассмотреть его на пленарном заседании Мужелиса уже в начале следующего года. Порядка 232 тысяч человек потенциально имеют несоответствие и подлежат снятию. На сегодняшний день акиматами уже начата работа по снятию с очереди таких граждан. И на сегодняшний день уже снято с очереди порядка 10 тысяч человек. Когда кого-то снимают с очереди, соответственно, очередь двигается вперед. То есть они уже более быстрее, можно сказать, будут получать жилье. Мы хотим в эту очередь все очередников из местных исполнительных органов передать от Басыбанку. Оцифровать, чтобы у каждого очередника был свой личный кабинет. И он человек, который знал без человеческого фактора, он сам видел, какая у него очередь с датой постановки. То есть, чтобы исключить человеческий фактор, местные жилищные комиссии мы исключаем. Потому что там были случаи, когда люди были недовольны, что распределение бывает там нарушение. Необходимо продолжить работу по обеспечению экономической устойчивости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на Московском финансовом форуме. Речь зашла и о национальной валюте. Он отметил, что в настоящее время ведется работа над запуском трансграничных расчетов на базе технологий блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и соответствующих утилитарных цифровых прав. Ускорить переход к более широкому использованию рубля. Расширяем сеть прямых корреспондентских счетов между банками России и дружественных стран именно в национальных валютах. Список валют дружественных государств, которыми сейчас торгуют на Московской бирже, растет. Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и соответствующих утилитарных цифровых прав. Александр Лукашенко проверил, как выполняются его поручения по развитию животноводства, ремонту дорог и разведению ценных пород рыбы. Президент приехал в Могилевскую область, побывал на предприятиях и пообщался с жителем поселка Вишов, которые называют «деревни будущего». Прежде всего, дороги в такой деревне должны быть идеальными. Ранее президент поручал решать вопрос с проезжими частями по всей стране. Люди жаловались на их состояние. Здесь тестируют пилотный проект – ремонт с помощью цемента. Так дешевле, быстрее и при этом долговечнее. В «Деревне будущего» и молочно-товарный комплекс, по мнению президента, идеальный. Весь секрет в простоте. Бетонные полы, металлоконструкции, деревянные стефы и шифер на крыше. При этом есть все необходимое. И профилактория для телят, и комфортные помещения для коров. Обошелся комплекс в два раза дешевле, чем в соседних регионах. Появилось в регионе и новое направление – разведение ценных пород рыб. В прошлом году в стране создали биотехнологическую корпорацию, где производят современные комбикорма. И президент получил развивать рыболовство. То, что ты перевыполнил, но запомни, за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Поэтому квадратные метры – хорошо, но качество – важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять годом качества. Все у нас хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество или еще раз качество – и за это отвечать надо. Готовьтесь к тому, что следующий год – это год качества. Власти Великобритании намерены в два раза снизить инфляцию. Добиться таких показателей планируют до конца года. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риша Сунак. При этом политик не стал отвечать на вопрос о том, каким образом власти будут снижать налоговую нагрузку на жителей королевства. Отметим, согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, по итогам августа инфляция в стране снизилась до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле. По итогам прошлого года этот показатель превышал 10,5%. Инфляция делает людей беднее. Чем быстрее мы снизим ее, тем будет лучше. Этому вопросу необходимо уделять первоочередное внимание, и мы добились заметного прогресса. Перемены могут быть неудобными для людей, они могут критиковать их, но я считаю, что делаю правильные вещи для страны, и я не собираюсь отказываться от этого. Продолжение следует...